Продолжение следует... Не без света, с вялым фонариком искать ведро, как мудро написал кто-то в комментах, скажи спасибо, что не негра. Вышло дополнение для Ведьмака, которое многие действительно хотели, многие ждали, немногие смогут. Да нет, шучу, это же не Армата, конечно, здесь нормальная оптимизация. Вот, сохранение я восстановил практически своего того героя, которым я и проходил оригинального Ведьмака, то есть это школа кота, все дела, плюс меч из Делсишки про каменные сердца. Ну, вообще, кстати, сейвак мне подогнал Алексей, который сделал очередную крутую заставку, за что ему очередное огромное спасибо. Плюс он на аукционе купил очки Лепса, так что Ведьмак наш сможет попутно еще и гастролировать. Ладно, короче, что-то я, блядь, размандился, кому это надо? Надо игру проходить же. Значит, лучшие обеды специально для тех, предложения на выходные, ля-ля-ля, понятно. Молодым людям и детям до 18 лет алкоголь не отпускаем, разве только с согласия родителей. Мама, мама, можно я сегодня побухаю с Мишей? Найму помощницу по кухне. Так, где-то здесь объявление. Продам почти новую, почти не бывшую в употреблении деревянную лошадку. Сам на ней скачи. Возвание Геральта из Ривии. Гербомост. Что такое Гербомост? Я знаю, Герболайф, Гербомост. Геральт из Ривии. Волею милостиво нами правящей досточтимой княгини Анны Генриетты прибыли мы в Северное Королевство, дабы представить тебе наше посольство. В княжестве Туссент появилось чудовище... Что значит представить тебе наше посольство? В княжестве Туссент появилось чудовище страшное бестие, называемое, кое совершило множество ужасных преступлений против поданных досточтимой княгине, лишь славнейший среди ведьмаков сможет уничтожить бестию. А потому просим мы тебя смиренно, дабы соизволил ты явиться в деревню Дебри. Ну, деревня Дебри, это где-то в Ебеневской области, по-моему. Где ожидаем мы тебя? Полны надежды нах, так сказать. Ты соизволил, что наш высуши. Блядь, какой еблан это писал. А, вот кто. Пельмерин де Ланфаль и Мильтон де Пейрак Пейран. Ну, Пейрак Пейран, блядь, Мильтон, это, наверное, наверное, эти имена придумывал, блядь, генератор набора текста случайного. Тысяча шестьдесят четыре шага. Да, а это что такое на карте? Метка. Это Алёхина метка, что-то он там пометил, походу. Как его брать-то отсюда? Так, ну и где тут деревня Дебри-то? Поселение Каменщиков. Ха, написано деревня Дебри, а на самом деле в поселение Каменщиков надо. То самое чувство, когда лень переименовывать локацию. Какого хрена? А, тут же, блядь, переходы. Ну, я недавно только сокрушался в четвертом Фоллауте. Как трудно потом втягиваться снова в игру при выходе дополнения. В Ведьмаке сейчас я просто горе хапну по полной, походу. Потому что я даже, как видите, не помню, как здесь на этой карте перемещаться. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Быстро серия пишется, да долго загрузка крутится. Сложность в игре стоит, кстати, насмерть. В следующий раз, когда полезу в инвентарь, в настройках заодно покажу. Прямо сейчас покажу, а то же, а то же, блядь, не поверят, скажут. Опять на изи проходишь. Чё ж я, туплинов, что ли, нахрен мне? А где тут? Пойди настройки-то. А, на геймпаде они на селект находятся. Так, я, кстати, не помню, я на клавомыше проходил или всё-таки на геймпаде. Игровой процесс. Видите, уровень сложности насмерть. А, играть я не умею. У меня в голове ещё управление из Dark Souls, а мне теперь предстоит ведьмачить. Я вообще не помню суть замеса, как бомбу кидать, не помню. Чё он там несёт? А, это вот эти два кадра записку писали. Нам помощь ни к чему. Не бойся, добрый человек. Расправа наша будет скорой, и эти проходимцы... Я чё-то не понял. Ну и чё, броня из золота, что ли? Гляди-ка, Мильтон. Нихрена вы зажиточные. И крестьяне такие оборванцы стоят. Кэроль. Собственной персоной. Это Ольга. Здравствуй, Витя. Берём кого-то. Идём. Поприветствуем старого знакомого, как полагается. А вы не страшитесь, ибо скоро настанет конец главенству бесправедных. Ну, нужно было этого персонажа озвучить, разговаривая в кастрюлю. Как-то, ну, надо соблюдать правила акустики. Я видел сообщение на доске объявлений. Видишь, Пальмирин, я был прав. Достаточно было пройти по следам убийцы Грифона из Белого сада. И вот, в конце концов, мы отыскали Геральта. Мельтон де Пейрак-Пейран и Пальмирин де Ланфаль. Рад видеть вас. Как ты это выговорил. Уверяю, радость твоя взаима. Прости, что принимаем тебя в таком месте. Когда мы обрестили старосту, что возьмем деревню под свою опеку, он предоставил нам это место для постоя. И уверял, что это лучшее жилище в деревне. Опять ввязались в авантюру. Мы открыли, что с тех пор, как Риданский гарнизон... Нормально в избе в деревне мечи, алебарды. Или они с собой все привлокли. И самое большое, это тирания бандитов. Вскоре разбойники прибудут в деревню, дабы собрать дань. И мы с Мельтоном намерены оказать им прием. Мы оба поклялись восставать против несправедливости и угнетения. Тебя это дело, разумеется, не касается. Но будь добр. Подожди нас, чтобы мы могли изложить тебе наше дело. После того, как справимся с разбойниками. Поклялись не так. Я помогу вам с разбойниками. Избавимся от бандитов. Вместо них придут другие еще хуже. Не согласен. Если этих бандитов насадить сраками на чистокол, то следующие бандиты подумают дважды. А то и трижды. Поэтому бандитов надо молчить. Мочить с артирис максимальный жесток. Давайте выйти к бандитам и сразиться с ними. Бермерин сперва желает воззвать к их совести. Но мне кажется, что этого будет недостаточно. Это точно. Нужно дать им шанс. Ни раз и ни два бывало, что закоренелый грешник сходил с пути злодейства. Да, когда уже на кресте распяли, дисмос звали его. В этих краях такого не случается. Даже если они не внемлют моему внушению, мы будем знать, что сделали все, что в наших силах. Будь по-вашему. Если Польмерина подведет его риторика, я вам помогу. Замечательно. Значит, подождем прибытие разбойников. Ну, давай подождем. Интересно, как они отреагируют на двух таких золотых рыцарей. Которые, походу, вообще из другого королевства, но почему-то здесь позволяют себе вершить закон. О, Бублик! Бублик бандитствует. Для тех, кто до сих пор не в курсе, кто такой Бублик, это Майнкоте. Ай, сющий красавица, иди сюда, я тебя любить буду восемь раз. Почему-то эти бандиты похожи на гостей из Касказских республик. Слушайте, нечестивцы. О, вот теперь нормально голос сделали. Смотрите, в кастрюлю говорит, как надо. Безбожники ебучие! Было бы круче, если бы он как Кенни разговаривал. Сойдите с пути преступления, и мы оставим вас в покое. Да здравствует Олимпиада! Зажжем же Олимпийский огонь! Пошутили, посмеялись, а теперь валите отсюда. А то я сейчас терпение потеряю. А вы еще кое-чего. Разбойники нереально храбры. Они такие потешные! Может, еще фокусы какие покажут? Эй, комедианты! А жонглировать умеете? Я знаю один фокус. Называется, чувствуешь пальчик, а ручки вот они. Советую вам послушать, Польмерина. А ты кто, ёпта, Аль Капоне, что ли? Воззывание, кажется, не подействовало. Я думаю, что надо сарказм. Сдается мне, что их совесть глуха. Да. Ты старался, друг. Довольно болтовни. Клянусь честью, я вызываю вас всех на бой. За тусент! За абсент! За баклёр! Моё имя журавля! Защищайтесь, ублюдки! Какого жу... А, он... Кунг-фу... Кунг-фу школа журавля, я понял. Так, сейчас надо с управлением разобраться. Насколько помню, надо постоянно юзать щит. Сейчас, если я зафейлил, вы, короче, это... Не надо там писать, что я днища, хуище. Я давненько проходил Ведьмака и вообще уже не помню. Помню, что на этой сложности надо постоянно юзать. Опа, блядь! Сука! На этой сложности надо... Ох, нихуя он улетел. Бонзай проткнул. За нас ещё и лучник где-то сражается. Кто его застрелил? Блядь! А какой блок-то? Ну, сука, крестьянин, блядь! Чепчики, ты смотри, чё сделал. Опа! Критический урон! Опа, ещё... Опа! Ничего, его... Зашампурил. Ой, еба! Два с половиной человека смотрели. Сейчас посмотрите. Иди сюда, зуба! А как вы, блядь, не научитесь? А как вы, блядь, не научитесь? Да здравствует мат в играх! У-ху! Утрись, блядь, закон о СМИ! Блядь, ну кого ты фокусишь? Кого ты фокусишь? Ты с топориком. Ничего, ничего, его покасило томатным пастом. Так, а как бомбу бросить? Вот оно. Отравление. Чё за бомба? Лёха, чё за бомбы у тебя были? Камон, бич! Парирование! Опа! Опа! Оп! 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 О! 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 Нихуя! Это чья тут, блядь, позорная стрела прилетела? Ты, что ли, тут Рубингуд в рот компот, а? Где следующий? Где эти два, блядь, золотых рыцаря, нахуй? Где эти Ланнистеры, сука, ссаные? Почему они бьют какого-то бородатого бомжа, когда там... Ой! Батюшки! Как ему копыта отрезал? Слушайте, блядь, а чё на меня-то? Я чё тут... Не я на вас боковал! Давай, давай, вдвоём, бутербродиком, бутербродиком зажали! Да нахуй ты меня отпихиваешь-то? Блядь! Так, мочи пацана в колготках! Оу, е! Смотрите, меч как... Меч как молниями налился. Я не помню, какие у него там свойства. Но помню, что он мне понравился, когда мне Ольгерт отдал. Это ж там какой-то фай... Ой, блядь, одним ударом. Ну чё, всё, прилип ты! Руку нахуй! Что же мне не ходит? Ведь всё уже кончилось. Мы одолели негодяи. Освободили деревню от угнетателей. А я вас предупреждал. Они боятся вас не меньше, чем бандитов. Так что на цветы и фанфары не рассчитывайте. Здесь не ту сент. Да, славяне вообще сцикливые, да? Походу, в этой игре. Да, славяне, что на сегодня наш благородный поступок обращается в ничто. Время возвращаться домой. И мы вернёмся. Да просто они знают, что их сейчас данью обложат, блядь, за защиту. Пойдём, Геральт. У нас... Мы должны представить тебе наше послание. Испокон веков, видимо, царили 90-е. Бля, какая красочная игра. Посмотрите, какая всё сочная, цветастая. Ну, Uncharted с PS4 просто бледная хренатень рядом с ней. Ну, чисто по красочности. Мы должны передать тебе всё послание от её сиятельства княги. Ибо традиция... Ибо традиция в Тусенте это святое. Давай, чё там, княгиня, наси... Чё там твоё сиятельство насияло? Усмиритель всяческой нечисти и чудовища. А, это я. Никогда ещё не слыхали, чтобы отказал ты невинным своей помощи, а вдовам и сиротам спасения не дал. Не, ну было такое, ну ладно. Кофейку пока бахну. Молит тебя о помощи многомилостивая покровительница несчастного города. Её сиятельство княгиня Анна Генриетта. Ну, раз молит, тем более... Ответишь ли ты на зов? Ответишь ли ты за базар? И насколько я понял из книг про ведьмака, прочитал их три или четыре, даже уже не помню. Если там есть какая-то княгиня, королева или ещё кто, скорее всего Геральт ей засадит. Я не знаю, Сапковский, походу... Ладно. Не будем о грустном. Анна Генриетта именно так и сказала. Так, он что-то не дочитал. Анна Генриетта правда? Там, наверное, написано, тащите этого холопа, блядь. Вообще-то она сказала привезти мне ведьмака, и быстро одна нога здесь, другая там. Только чтобы в этот раз приехал один. Остальное добавил княжеский цеременмейстер. Ну, сам знаешь. Классно. Да, я помню. От себя добавлю, что ты можешь ожидать щедрой оплаты, но в вознаграждении уже сам разговаривай с её сиянием. Тебе держать-то эту бумажку не надоело? Одна нога здесь, другая там. Это вот тот вот чувачок, который я только что разрубил пополам. Вот там реально одна нога тут, другая там. Ещё никто и никогда так горячо и так учтиво не убеждал меня принять заказ. И раз с официальной частью покончено, расскажите-ка об этой мести. Речь идёт о чудовищах. Очки опыта 2? Со всей уверенностью. Хоть никто и никогда его как следует не видел. Находили только тела людей, умершлённых страшным образом. У нас есть рисунки, сделанные со слов людей, которые якобы видели бестию. Но все различаются. По-моему, все свидетели лгут. А сколько чудовища убило человека? Предлагаю пытки. Едва её сиятельство узнало о второй жертвах. О, Слендерман. Она позвала нас за тобой, с обещанием наградить тебя землёй и состоянием в золоте. Если ты согласишься... С землёй? Плохо дело, Геральт. Бестия неуловима. Говорят, она владеет чёрной магией. Убитые были людьми благородного происхождения. Облизится большой турнир. Ну, зашибись. Соберётесь толпой, дадите ей трендулей. В чём проблема? Турнир. Чё за турнир? Вы упоминали о турнире. Почему княгиня его не отменила? Уже поздно, все гости прибыли. На арену выйдет цвет рыцарства всех земель. Среди них родня императора. Эмгира Курган-Заде? Этого? Для подданных её светлости. А если погибнет иноземный аристократ, будет скандал? Или дипломатический инцидент? Инцидент. Я подумаю, да. Нет, я принимаю. Чё, я зря что делал фишку ставил? Все заказы, которые получили от коронованных особ и что-то не припомню, чтобы после них у меня была хорошая жизнь. Надеюсь, ты не собираешься отказаться? Нет, просто воспоминания нахлынули. Княгиня, как я помню, довольно требовательна. То есть ты принимаешь заказ? Великолепно. Нужно отправляться как можно скорее. Мы долго разыскивали тебя по большакам, а время не ждёт. Я готов отправляться. По большакам. Да, значит в тусэнд. В тусэнд. Туше. Значит абсэнд. Абсэнд. А вот и местные вышибала, смотрите, на страже ворот. Чё ж ты, блядь, разбойников вилами-то не пырнул своими, а? Да, тут, конечно, развал полный в этой деревне. Не знаю, чё тут бандиты хотели грабить. Ведьмаки, как чередейки, бесплодны. Везёт кому-то. Блин, ну загрузка, походу, будет недели на две. Тут надо, короче, склейку, походу, делать. Кунопля у них растёт деревьями, ни хераси. Как в том анекдоте, конопля это дерево просто вырасти не даёт. А вон слева и кустик. Хо-хо. Поляки. Ой, поляки. Таким он мне и запомнился. И пасечник у тебя, мёд, наверное, сука, веселящий. То есть, что в Боклере успело измениться. Боклер. Осмотрись при случае. Сам во всём убедишься. Как по мне, Боклер всегда был такой сказкой. Рыцы, эльфские дворцы. Эльфские. Ты что, хочешь сказать, что мы чудные? Ты заблуждаешься. И в том клянусь я цаплей. На, твои павелине перья и бесклятвы цаплей. Говорят сами за себя. Это чё такое? Турнир начался, что ли? Ебать, какой пацан здоровый. Ма, иди посмотри, какой здоровый парень. Не хватит здоровый. Стофть тебе ростом. Хе-хе-хе. А, всё, пизда ему, походу. Бля. Рысарь-то молодец, победил. Оп, второй раунд. Давай, чувак, мы будем за тебя болеть. Этот схватился за жернов. Это, наверное, циклоп какой-то, да? У него бочка на башке, и там один глаз, по-моему. О-о-о, ну коняшка-то. А, у него баклер за лупу прикрывает, посмотрите. Хе-хе. Не, это не циклоп. Циклопы были уже в предыдущей части. У него ещё татуировки набиты, пиздец. Ща лепс разберётся, ёпта. Чё-то булькнуло для храбрости. Голиаф. Нам нужна праща, пацаны. Это Голиаф. Ну, для тех, кто знает Библию. Да, один за всех, это сейчас. Погоди, Д'Артаньян, хуев, да я? Смазку. Блядь. Да, я смазку достану. Смазка меч на смазываю. Так, интересно, а кто он такой, Голиаф-то этот, блядь? Реликт, наверное. Или огор. Чё, ещё есть? Проклятый. Инсектоид, зверь, дракон, призрак, бампир, трупоед. Магическая тварь против грибов. Яд повешенного. Ну, здесь либо огор, либо реликт. Реликты здесь обычно какие-то бесы там, я не знаю, черти. Наверное, огор. Так, чё ещё? Бахнуть. Даёт время на иммунитет к плесени... Пф, к плесени попсы. Я такой эликсир выпиваю, прежде чем Билану послушать там какую-нибудь песню новую. Ха-ха. Фу, все теперь подумают, что я слушаю Билана. Так, лошади никогда не паникуют. Действия, снижающие энергию, устанавливают здоровье. Адреналин вырабатывает быстрее, чем обычно, до первой успешной атаки противник. Ха. В бою величие сопротивляется с людьми как критический эффект, сокращаем очки жизни, чем дольше сохранится критический эффект. Ни хера не понимают, чё за эликсиры. Часть урона нанесено, противник отражается обратно в такую ещё. О-о-о. Да ну нахуй. Давай этого просто отличный, отличный гром. Вы не можете выполнить это действие. Почему я не могу? Вот отсюда, вот, вот, сука, из инвентаря я могу выпить что угодно. Из хот-бара ничего. Пиздец. Логика. С каждым битым противником нет. Даёт полную защиту от потери равновесия, снижает эффект нокдауна. А, давай. Блядь. Хуяк. А, может я не на ту кнопку нажал? Может надо было? Нет, он не пьёт. Мудак, потому что. Давайте, пацаны, окружай. Почему-то Голиаф решил, что в первую очередь пиздюлей надо дать именно мне. Опа, сучка, охуете плавал. Я всяких, как ты, в Дарк Соулсе рубашил. Опа, опа, пацаны. Оп, 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 гопнички. Давай, 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 окружай, окружай. Нет. И что ты топнул? Сзади лучше не стоять, а предлагаю себе представлять, что будет, если он там... О, боже. Если он проведёт газовую атаку, нет, попал. Кстати, да ну нахуй. Не так много, кстати, и сносит. А они ему по 500 что-то там пытаются ковырять его. А, блядь, у него же волна, 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 все, давай, Геральд, давай. Опа, она у него тоже вертушечка, давай, и мы тоже свою включим, давай, давай, хоп, давай, хоп, блядь. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э, я убить хотел. Похлопаем, поаплодируем, поаплодируем актёру, сыгравшему Голиафа. Кидаться на великана в одиночку Не слишком рассудительно Что-то музыка орет, а говорят они тихо Ведь любовь не знает рассудка, ведьмак Ну, Гильям Такой же даме ты поклялся Что убьешь для нее чудовище, а? Прекраснейший из всех Не хочет называть Ты что, к моей Машке подкатываешь? Я не знаю вас, господин И вы не похожи на рыцаря Но обязан поблагодарить за то, что вы пришли Не похожа на рыцаря, а ты-то Этот трофей полагается вам Можешь себе эту елду оставить Я сразу вспомнил, как в этом Храбрый перцем, когда Минотавра убил И членового на шее носил потом Я принимаю трофей, почему нет? Может кто-то за него заплатит А ты неплохо сражался Коммерсанты хрена Ты уже дрался с чудовищами? Нет В Тусенте мы сражаемся в основном с разбойниками Но я присягнул, что принесу даме моего сердца Голову монстра по образцу славного Готфрида Укротителя великана Надеюсь, ты не станешь охотиться на бестию Оставь это тело Геральту Меня ждет другое испытание А если Геральт желает заняться бестией, пускай знает Она напала снова В излучине рядом с Куролиском Река выбросила на берег тела Там сейчас гвардейцы Дамьена де Латура ищут следы Гвардейцы ищут следы? Поехали туда поскорей Пока они все не затоптали Отправляйтесь Я уведомлю ее милость, что Геральт уже прибыл А после давайте встретимся на турнирных полях У палатки Гелева И я сопровожу вас княгине Интересно, а на турнире-то дадут поучаствовать? Я думаю, что турнир здесь будет такой же квест, как свадьба в предыдущем DLC-шке Даешь, DLC-шке игру года Это он что, этим ножичком будет Голиафа пилить? Это ратительно Долгое занятие и не очень крутое зрелище Кроны Большой красный мудаген Старая овечья шкура Ее, наверное, елдак прикрывал магически Даля А как посмотреть на Далию можно? Перед тем, как ее брать Что за Даля-то? Эмм, серебряный меч Пробитие Угу, кстати, ничего У меня что? У меня, блядь, три дырки И плюс часть комплекта Вот эти комплекты, конечно, пришедшие сюда, очевидно, из Диабла Они немножко портят все планы по нахождению артефактов и раритетных Хотя вот меч Ольгерда, он все равно Круче, чем любая стальная крафтовая пушка Вареники Любая еда восстанавливает на 100% больше здоровья Но на вкус все становится как пироги Какой человек это придумал? Оружие заряжается энергией по ходу битвы Энергию можно будет высвободить в сокрушительной атаке, которая будет стоить атакующему части здоровья Господи, ну кто это придумал? Вареники какие-то, блядь, сокрушительные атаки Так, ну я звук немного пошаманил Сейчас должно, конечно Голоса в смысле и так были 100% громкость Но я все остальное убавил, общую громкость прибавил Надеюсь, ну поможет, по крайней мере Отважный парень этот гильон Ой, палку кинуть захочешь, еще не такую отвагу включишь Какой урочий? Что это такое? Мутация и гроссмейстерское снаряжение ведьмачьих школ Что еще за гроссмейстерское снаряжение? В дополнение кровь и вино вы сможете подвергнуть ведьмака дополнительным мутациям И таким образом открыть перед ним новые возможности Скоро вы встретитесь с посыльным Который передаст Который передаст Вам очень интересное письмо Прочтите его и займитесь историей профессора Моро Это, видимо, отсылка к книге про доктора Моро И фильму про остров Моро Доктора Видимо, Геральт станет частично зверем Потому что, ну, в рассказе, насколько помню Там скрещивали людей с животными С хищниками Кроме того, как говорят, у Сенти можно встретить кузнеца Мастера кузнечных дел Который создает великолепные доспехи оружия Собранные же в комплект И вот в арене дадут вам дополнительный бонус Что, еще круче броня, что ли? Да, я понял, понял Блядь Да, ёпта Назад платва Быстрее Вангую возвращение шуток Насчет шевелись платва и все такое Слушай, бедный у него конь Посмотрите, сколько он на себе кастрюль таскает Это боевой рыцарский конь Он хорош для единичной атаки в лоб Разнести там Первые несколько рядов пехоты своей броней Но долго на нем скакать-то невозможно То цветисто, то обычно Мы странствующие рыцари На службе досточтимой княгини Посему, когда мы выступаем от ее имени Мы связаны традицией Пошла Нахуй Добавлю Добавлю я Нет никого Должно быть Уже забрали тело Должно быть Посмотримся, не пропустили ли я ничего Должно быть Так Рыба Ничего себе он осматривается Дай я в трубку гляну, а Куда ты смотришь? Ты в поддорную трубу рассматриваешь Вот эту избу, которую и так прекрасно видно Ну ты и псих Че он там увидел-то хоть? Закрыто Так А вот и следы Подкованные сапоги Много следов Княжеская стража Пойдем посмотрим, куда они пошли Они шли вдоль линии берега Может Река выбросила тело на берег? Геральт просто такой капитан очевидный Что-то О, это куда? А, утопцы Стопните, твари Давай Мочи их за доблесть За всю хуйню Я пока поищу Че тут есть Не люблю драться с утопцами Надоели Че? О, нихуя себе Паршивец? Че-то новое У вас тут, я смотрю, какие-то Новые чувачки, да, завелись? Ауч Отведай шашки к богатырской Опа, 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 опа Чик-чик-чик Мельдон, слышишь? Мельдоний, блядь Блядь, 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 блядь Сука, хорошо, я увидел, что он надувается Мельдон Мельдон сокращен от Мельдонии, блядь Опа, опа Опачки, че началось? А нафига сильными ударами бьются Нелегкие прокачаны Вон и крит был Блядь, ныряй, ныряй, ныряй Под воду, дурак, блядь Да что за хуйня? Да, за доблесть Давай, прикрой меня своими телами У них еще иглы такие торчат У них осколочное поражение Нихеровое Шкура трупаеда, блядь Печень Смотри, как они плавучие Как говно, прям не тонут Один на один наш рыцарь, наверное Я думаю, что, скорее всего, нагребет Редкий лох Все, что приносит течение Попадает на эту Поэтому тут все засрано, да? Блядь, ты вообще урон-то наносишь, э? Что-то миллионий, смотрю, шашечку убрал И орет стоит Ты должен говорить Не будь я миллионий Че-то там, че-то там А Помоги, Геральт, спаси Бьют, унижают Золотая броня, говно Вообще не защищает Их сюда запах крови привлек Да ёб твою мать Мельдоний, ты на шкуру трупоеда не претендуешь? Нет, тогда я себе сберу От одежды остались окровавленные клочки Но качество сукно отменное Значит, жертва была человеком состоятельным, да? Похоже на то Кровь Гвардейцы вытащили эти сети из воды И разрезали, чтобы достать тело Подожди Гвардейцы вытащили сети из воды и разрезали? Тело в сетях было? Может, они что-то упустили? А как они наши увидели под водой труп? А, вот здесь на отмеле сети были или где? Тут везде одни сети Непонятно немножко Так Блядь, ну хорош Какашки в попке Геральта не дают мне нормально нырять Он постоянно как поплавок всплывает Сапоги Бокликского гвардейца Нахерните Стоптанные вонючие сапоги Ещё и синие Что ещё тут есть-то? А, вон Деревянная ложка Но это вряд ли Признак аристократа Холст А, чё? Слушай, как долго Геральт может не дышать? Бля, какое тут плавание всё-таки неудобное Ёб ты бля ДЛК Монограмма ДЛК Скорее всего, принадлежит дворянин МДК Говно не тонет А чё? След от лодки, которую толкали в реку Гвардейцы вынули из сети и тело, погрузили на лодку и куда-то повезли В морг, наверное, в местный Откуда Надо бы его осмотреть прежде, чем оно начнёт разлагаться Спросим за всегда-то и в корчме Они наверняка смотрели за стражниками и знают, куда поплыла лодка Стоят такие Для аппетита смотрят на трупы И вот ещё что Под водой я нашёл платок с монограммой ДЛК Тебе это о чём-нибудь говорит? Делла Кроа? Нет Он стал жертвой бестии Возможно Ты хорошо его знал? Давным-давно Судя по голосу, он хорошо дунул, пока я плавал Но наши пути разошлись Это был человек крайности Если называл кого-то другом, то стоял за него стеной А если врагом, то шёл до конца И много у него было врагов? Да Но что общего это имеет с бестией? Ты затронул чувствительную струну, Геральт Воспоминания тех давних лет Которым я не хотел бы возвращаться Тогда вернёмся к этому позе Пойдём на постоялый двор Сейчас чихну Вскоре я тебя покину Я должен явиться ко двору Ведь ты только вернулся в Тусент Рыцарь, досточтимой княгини Что я вижу? Нимбус 2000 Всё разгадано Убийца Гарри Поттер Я думал, что не успею приступить к своим обязанностям Но вернулся вовремя Какой непринуждённый трусцой он бегает в своих доспехах Оп, оп, оп Спортсмен, спортсмен такой Оп, оп У нас так деды всякие по паркам бегают Хоп, 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 хоп Ладно, догоняй, короче Банка жестяная Теперь ещё надо предстать перед Анриетой Да, да, Анриетой Предстать, да, да Зашампурю её при первой же возможности Титьки покажут Опять неплохие, скорее всего Поговорите, старуха Что это она делает? Она уток ощипывает А, курицы безглавленных Прикольно Эй, ты где? Сюда заглядывают купцы Спорщики подати и изглавщики Нигде в Тусенте Не найдёшь лучшие похлёбки из раков Похлёбки из раков Клянусь честью Неужели повар как раз готовит Паштет? Не иначе господин Депейрак Пиран Долго же мы вас не видели Милости просим вас к столу И вашего товарища тоже Но ответьте Почему я не чувствую Запах и похлёбки из раков? Раки ушли на нерест Все в армате Ну как раков нет Вы, может, и не слышали ещё Но я нашёл сегодня в сетях Мертвеца Встал я чуть свет Как обычно Смотри Небо красное Мы как раз по поводу этого мертвеца Видите ли Человек, которого вы пригласили к столу Был призван сюда Из чужеземных краёв Досточтимый княгиня Дабы выследить И убить бестию Мы пригласили к столу двоих Но поскольку Господин Депейрак Пиран Темпераментом Похож больше на зайца Чем на гончую Я так полагаю Что речь идёт о другом госте Сейчас он тебя как втащит, блядь Кольчужной перчаточкой-то По твоим дворянским щишкам Посмотрим как-то Кто тут тогда заяц Кто не заяц Мельтон меня уже представил Я Геральт Меня зовут Геральт Скромный вы человек Должно быть мало общались ещё с господином Депейрак Пиран Довольно меня подначивать Геральт мастер ведьмачьего цеха И у него к вам есть вопросы насчёт последней жертвы бести Где вы были вчера вечером? Солнце только всходило Когда я по своему обычаю проснулся Сел на кровати Посмотрел в окно Гляжу Небо красное Гоша Куценко в соломенной шляпе Не то мы тут до зимы останемся Так, Тургенев, Хуев Чё ты ещё помнишь? Небо было красное и что дальше? Было раннее утро Ты пошёл проверить сети И что потом? Вышел я из хаты Гляжу Клянусь честью К делу добрый человек Мы уже знаем Что ты нашёл труп в сетях на раков Потом-то Что было? Ты видел кого-нибудь поблизости? Что-нибудь особенное Что привлекло твоё внимание? Никого не было Ну я значит Лежу такой, блядь Посмотрел Небо красное Ну думаю Пойду раков проверю Что ты увидел? Если я ещё раз услышу Что небо было красное Голова прямо на воде была Голова вытрощены Язык синий наружу А рядом в воде плавала рука Ты хорошо рассмотрелась там? Я так перепугался Что побежал Что есть силы в город Вернулся с гвардейцами А они там мне велели Держаться подальше Долго ловили эти куски Сети мне порезали До того там всё запуталось Нихрено Насколько я помню Раки трупоеды Поэтому трупы ещё и раки Должны были пожевать неслабо Мне надо осмотреть тело Знаешь куда его забрали? Его перевезли на лодке На другой берег реки Потом погрузили на телегу И отвезли в подвал В форму Бьянку Чтобы держать на холоде О, Йеннифер Ну да, похоже на Йенни Понюхай, крыжовником пахнет Линка Погоди, Геральт А то меня сейчас удар хватит То есть Как винодельня продана? Не может быть! Ну, ни для кого не секрет Что барон По уши увяз В карточных долгах Кредиторы В конце концов Захотели вернуть своё Княжеская канцелярия Скупила всё на корню А Россель сидит теперь На содержании у брата Вековара А я ведь говорил Росселю Что он доиграется Сколько можно жить За прежние доблести Кредиторы в конце концов Сообразили Что обещание Ничего не стоит Такие времена Современные рыцари Лишь бледные тени Прежних героев Правду говорят Что бестию Наслали боги В наказание За упадок Прежних обычаев Ну да И красное небо В придачу Благодарю за гостеприимство Мне пора Пойду осмотрю тело Так, значит Что мы знаем Небо было красное Труп запутался Винодельню продали Просто не сходи с дороги Наверняка не заблудишься Ты не поедешь со мной? И правда Тебя же ждут какие-то обязанности Какие-то? Ещё до отъезда в Велин Достопочтимая княжна Оказала мне великую честь И в этом году Назначила на роль зайца В большой игре Во дворцовых садах Увидишь меня в костюме Просто лопнешь со смеху На роль зайца Меня так и подмывает Спросить в чём здесь дело Ну похоже это долгая Запутанная история Без сомнений Уходящая корнями В давней традиции Всего доброго И удачи тебе Давайте отдадим ему ушки Я видел что у меня Со свадьбы в инвентаре Остались ушки Блядь они ослины Ослоухий заяц Будешь Отправиться в кормо Бьянка И осмотреть Оставленное в подвале Куда прётся Пошли нахуй все с дороги Здравствуйте мадам Бонви Чего Бонвивантка Надеюсь это местная Проститутка Ваша здоровье Куда ж ты так не несёшься Нельзя да Блядь Оу Дворяночка Вам книгу не подержать Не прикасайся ко мне Да знаешь чё блин Слышишь Я таких как ты В базарный день За пять копеек Драл Каза вонючая Блядь Нихуяся А как лошадь на геймпаде Позвать Мне чё-то Сохранять спокойствие Безобразие не учинять Нахрен ты орёшь Что мне в ухо Дебил Так Я помню что надо Что-то нажать дважды А вот Левый стик Ай Давай Ну Они сказали Что они отвезли Труп на лодке На другой берег Но Мы скачем Не на другой берег А просто Прямо по дороге Ага Да и птицы улетели Опа А вот и лошадь ускакала Шевелись Платва Чё это такое здесь Опа Опачки Блядь Он помер Он Он помер Я не успел Я не успел Он обосрался После смерти Ну всё точно помер Как в Южном парке Говорят что Кажется человек Когда умирает Должен обосраться Это та серия В которой шеф Умер кстати Горло Разорвано Укусом Строение челюсти Как у человека Только клыки Гораздо длиннее Чё это Завибрировало Джойстик Там ещё один Вылез Сломанные ребра Крофи Не успел я С аптечкой Убивал вампир Но не Тима И не Фледер Это должно быть Брукса В подвале Брукса Шилд Мел Мел Брукса Речной актёр На этой полоске Привезли тело Да Это следы Давай Капитан Очевидность Нужен Чё ты зрячки Одел Что ты должен быть В умный Убийца С лёгкостью Перевернул телегу Да А вот и Труп весь В краснодарском Соусе Рано Пальцев Рука Похоже Небольшая Бабская Я думаю Что Вот та Линка Дочка Батчика Она и есть Брукса Вот и Ноги Басы Бабские Следы Маленьких Басых Ног Идут В подвал Свернул Шею Когда Падал С лестницы Хе Хе Тут Кто-то Только что Со смеху Помер По-моему И по деловому Скрестил Ноги Ну и Обосрался А Блядь А вы заметили Что трупы Через какое-то Время Меняют Позу Чё Чё происходит Вообще Я Первый раз Проигнорировал Но второй раз Я уже не смог Промолчать Так Ещё Я тут Нихера Не вижу Кстати Его швырнули О стену С огромной силой Нужны Недюжинные силы Чтобы Её выломать Геральт Хорош Там Бубнить Недюжинные силы Чтобы Да нахер Труп Труп Смотри Им воспользовались Чтобы Выломать Решётку Им Воспользовались Чтобы Выломать Решётку Матерь Божья Я Предлагаю Свинтить Отсюда Пока Не поздно Какие Мясистые Сочные Звуки Жопонька Какая А да Линка Дочка Батчика Ну я же сказал Повернись Как к лесу Передом А к Геральду Задом Наоборот То есть Давай Уже Титимити Ого Какие у него Стоячки Нам не обязательно Драться Да Мы можем Переспать Ошибаешься Какого художника Тут происходит Я не могу Отпустить тебя Оу Дорогая Ты резко Пострашнела Теперь Пизда Ау Камон Да что же Такое Что там Надо сделать Чтобы ее Видно стало Попал 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 Давай еще Раз Ой Блин Она тоже Попадает Еще как Блин Блин Блядь, пока этот щит ебаный. Откатится, конечно. Блядь, а на хамелеон вообще не видно. Да, трактирщик расстроится, что его дочку. Оп, оп, оп. Оп. Блядь, не видно. Зря ты со мной дружить не согласилась, зря не тупая. Зажал, зажал, зажал. Ну и отодрал, естественно, по полной программе. Взять. Ну, возьмем хотя бы ее мертвой. А, лут. Черт. О, даже так можно? Блядь, неплохой у нее шпагат. Неплохо она на шпагат садилась при жизни. Так, а факел у меня есть? Факел. Черт. Сейчас, 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 я уверен, сейчас мы найдем факел. Я только не помню, как им пользоваться. Он как-то по-дурацки, он включался. А, у меня кошка есть же. Не то. Ну-ка, че там, че там нарисовали? Что, вроде все на месте. Детализация на ультра, вроде, поэтому все. Может, и можно как-то поближе к факелу подвинуть? Сейчас полигоны посчитаем, как по заветам бати Ванамаса, посмотрим. Перевернуть-то, может, я как-то, ну? Ну-ка, молот, блин. А, у него магический светильник у меня же был. Как он работает-то? Блядь, нет. Надо было его где-то в другом месте угрохать. Ах, ну и вонь. Тело разбухло от воды, руки отсечены. Его четвертовали, как я и думал. Обследовать голову. Да руку она лапала, кольцо. Третья рука. Запасная? Она принадлежала не жертве, но стражники, должно быть, этого не заметили. Просто собрали все, что нашли. Да, а то они тупые, блядь, смотрят, что три руки у человека, может, да? Из нее течет кровь. Некоторые виды существ склонны к регенерации. Но я никогда не слышал, чтобы отрезанная конечность столько времени оставалась жива. Позже изучу ткани повнимательнее. Может, что-нибудь узнаю. Да, регенерация. Че, блядь, из руки тело вырастет, что ли? Это че вам, бля, пятый элемент? Он долго лежал в воде. Голова распухла. На ней видно несколько укусов. Ммм, у него в глотке что-то есть. Кошелы, набитые монетами. Жили свои деньги. Нильфгардские флорены. Из разных провинций. У них в разных провинциях разные монеты чеканятся? То мы имеем дело с разумным монстром. Бля, а при чем тут телка-то это? Че-то не понимаю. Телы разрубили на куски уже после смерти. Удары наносились с большой силой, но кости рассечены, не перебиты. У существа, которое его убило, длинные когти, острые, как ведьмачьи мечи. Сперва оно пробило ими сердце жертвы. Его убило не Брукса. Подведем итоги. Убийца, скорее всего, чудовище, не Брукса. Тогда зачем вампирша пришла за отрезанной конечностью? И какому существу принадлежит кисть? Может, король вампиров? Почему она так долго сохраняет тепло? И, да, зачем в глотку убитому сунули кошелек, а тело изрубили? Много вопросов и мало ответов. Надо разузнать о предыдущих жертвах. Попрошу Польмерина доставить меня к княгине. Че-то у Всеволода Кузнецова с голосом стало, по-моему. Че-то как будто озвучка поменялась. Ну и что ж, самое начало DLC-шки, а нам уже и сиськи, и жопы, и письки все уже показали. Блядь, она с готовностью, смотрю, распахивает свои створки. Жалко, здесь нету функции переноса трупов. А тут че было? А сюда она не пошла, а тут синька хранилась. Стражники все высосали, наверное. Странно, а че тут стражников так много, если... Ооо, камон! Как тут? А, медитация. Давай часик. Часик помедитируем на ее труп. Ну, в принципе, я думаю, что для первой части достаточно. Сиськи, жопы, посмотрели. Суть замеса поняли. Все красиво, сочно, красочно, как обычно. Ах, это синяя сирень. Все, че-нибудь жмите, че-нибудь пишите. Продолжение следует все дела. По-моему, крутизна. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...